Добрый день! Цепрамил это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, то есть антидепрессант, относящийся к этой группе СИОС. Про самые разные препараты этой группы мы говорили неоднократно, пересказывать его инструкцию я не буду. Обращу внимание на то, что на мой взгляд действительно актуально для этого препарата. Я бы сказал, что из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина цепрамил является, пожалуй, одним из наиболее, с одной стороны, мощных препаратов, с другой стороны, наиболее мягких. То есть, конечно, у него есть, вполне могут быть классические побочные эффекты СИОС, то есть головная боль, тошнота. Но, кстати говоря, у явного меньшинства моих пациентов это отмечалось при назначении этого препарата. И, что еще хорошо, помимо хорошей переносимости и достаточно большой мощности, ну, для селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, по крайней мере, антидепрессивной мощности, у этого препарата есть такое свойство, субъективно, конечно, не могу сказать, что вот это объективно, в рамках доказательной медицины подтверждено, но очень многие мои пациенты отмечали, что цепрамил при приеме дает состояние здорового пофигизма. Ну, естественно, совершенно не медицинский термин, да, и не научный, но, тем не менее, вот пациенты описывают именно так, здоровый пофигизм. То есть, ну, значительное снижение остроты восприятия внешних психотравмирующих обстоятельств. С учетом того, что большая часть амбулаторных пациентов имеет такую проблему, что там некомфортная работа, болезненные отношения в семье, конфликты какие-то, еще, 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 вот эти вот мелкие, казалось бы, незначительные, но хронические психотравмы, они не позволяют человеку вылезти из депрессивного расстройства. И как раз вот здесь цепрамил работает очень даже неплохо. То есть, на фоне своего антидепрессивного действия, на фоне своей хорошей приносимости, он еще снижает вот эту вот болезненность восприятия мелких хронических психотравмирующих обстоятельств. Ну, и вот именно это пациенты называют эффектом здорового пофигизма от цепрамила. Ну, опять же, не могу сказать, что это доказательно или что это подтверждено какими-то исследованиями. Вы сами понимаете, что невозможно писать научную статью о препарате эффект здорового пофигизма от препарата цепрамил. Такого быть не может, ну, сами понимаете. Но, тем не менее, тем не менее, вот такая особенность этого препарата была озвучена мне очень большое количество раз. То есть, тут речь идет о сотнях случаев. Поэтому я, в общем-то, могу предположить, что действительно такая особенность, такая специфика вот у этого антидепрессанта, который в целом имеет, ну, все типичные критерии группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, присутствует. Изготовитель фирмы Лунбек, ну, если мы говорим про цепрамил, оригинальный препарат, про дженерики циталопрама я не говорю, их очень много сейчас. Изготовитель фирмы Лунбек, как я сказал, позиционировал цепрамил как самый селективный из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Вот такая тавтология. Ну, это, конечно, некоторое, ну, не то что лукавство, конечно, но, тем не менее, не совсем поддающиеся проверки информации. То есть, да, приводилась аргументация по химической структуре препарата, по механизму его действия, но, конечно, понятно, что у каждого отдельного пациента проверить селективность данного конкретного препарата, ну, практически невозможно. И сказать, что вот, да, это вот такой вот абсолютный самый селективный из селективных, это, ну, скорее коммерческий маркинзиновый ход, чем то, что реально значимо в клинике, значимо в терапии. Но, тем не менее, да, препарат с очень хорошей переносимостью, достаточной мощностью и вот этим вот эффектом в кавычках, ну, или в кавычках, как хотите, да, обозначить. Только не говорите, что я утверждаю, что это у него в инструкции написано или что это медицинские термы, эффект здорового пофигизма. Вот то, что можно сказать о таком препарате, как цепрамил. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Хорошего.